Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Места для выпускников. В Ростове провели молодежную ярмарку вакансий. Я изначально, наверное, в годика 4 решила, что я буду зубным врачом. Мне это, собственно, и показал тест. Есть четвертое место для Лиги Европы. Футбольный Ростов обыграл Анжи, а конкуренты свои матчи проиграли. Во втором тайме с выходом двух футболистов в атаку мы поменяли полностью рисунок игры. Вековой юбилей копателей вглубь веков. Столетие отмечает Азовский археологический музей-заповедник. Наша городская администрация, она выделяет нам здание бывшей городской управы, в которой с 1892 года находились органы власти. Как сделать такси безопасным к чемпионату мира по футболу обсудили сегодня на конференции депутаты, чиновники и участники этого бизнеса из 10 регионов страны. Главное в этом вопросе ускорить принятие нового закона о таксомоторных перевозках. Пока законопроект принят только в первом чтении. Вот лишь часть предложений. Во-первых, всех диспетчерские службы должны общаться с клиентами только как представители перевозчика по договору и не передавать заказы нелегальным таксистам. Во-вторых, нужно увеличить штрафы за нарушение правил перевозок. В-третьих, по автомобилю должно быть видно, что это такси. По нашему закону, который мы определили, желтый и белый цвет, какой хотят выбрать. Ну, какую машину купили, пусть сделают. А потом наклейки должны быть. Фонарь на крыше должен быть четко пристегнут или привинчен, а не такой, знаете, снял, захотел, снял, захотел, не снял. На боковых должны быть то же самое все эти обозначения. Я считаю, что оно должно быть комфортным, безопасным, экономичным, но и одновременно для того, чтобы этот бизнес существовал. А можно же ведь и поставить такие рамки, что это будет невыгодно просто, Вася. Вот учесть все эти нюансы, вот такое такси и должно быть. Самое главное – закрепить нормы и штрафы для борьбы с нелегальными перевозчиками. Свои рекомендации участники конференции «Безопасное такси» направят в Госдуму и российское правительство. Более двух с половиной тонн контрабандного спирта задержано сегодня утром на границе с Украиной. На окраине российского Донецка пограничники заметили двух мужчин, которые перегружали коробки и сгазели во внедорожник, после чего направились в сторону государственной границы. При задержании обнаружилось, что в коробках – пластиковые емкости со спиртом. В отношении нарушителей заведения на государственной границе хозяйственной деятельности без уведомления пограничных органов возбуждены дела об административных правонарушениях. Груз и транспортные средства изъяты. Проводится экспертиза изъятого товара и доследственная проверка. Примерная стоимость контрабанды – более 600 тысяч рублей. Ваша работа – забота государства, заверили сегодня студентов и школьников, организаторы ярмарки вакансий. Рабочие места предложили более шести десятков компаний, готовых трудоустроить молодежь. Не знаешь, в чем твое призвание? Пройди профориентационное тестирование. Специалисты службы занятости предлагают разные методики проверки. На одни анкеты уходят пять минут, на другие – около часа. У меня написано, что я могу стать режиссером, актером. Я, в принципе, из этих профессий выбирала. Также написано, что я могу стать врачом. Это мне близко. У меня тоже результаты, собственно, не удивили, потому что я изначально, наверное, в годика четыре решила, что я буду зубным врачом. Мне это, собственно, и показал тест. А тем, кто точно знает, какую работу ищет, дорога прямиком к работодателям. Я студент авиационного колледжа, прохожу практику на Росвертоле и в дальнейшем планирую работать на Росвертоле. Пришел узнать, какие вакансии вообще есть. За молодыми кадрами пришли коммерческие и государственные учреждения из разных сфер. Здесь банки, торговые сети, медицинские, транспортные и промышленные предприятия. Всего 68 компаний. Кстати, сюда пригласили только проверенных и надежных работодателей. У нас сейчас очень большое расширение производства, порядка тысячи рабочих мест. Мы ищем рабочие профессии, в первую очередь, это маляры, это электросварщики. В принципе, готовы рассмотреть также грузчиков, слесарей механосборочных работ, кладовщиков. Общее количество вакансий на нынешней ярмарке около тысячи. Зарплату предлагают в среднем 16 тысяч рублей. Есть предложения и для молодежи с ограниченными возможностями. Все эти работодатели сориентированы на приглашение молодых ребят для трудоустройства. Даже без опыта работы. Некоторые из них предоставляют внутрифирменное обучение. Помимо консультаций с работодателями, для соискателей подготовили мастер-классы. Молодежь учат составлять резюме и открывать свое дело. Виктория Щеденина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Первый в стране областной закон о летнем отдыхе детей разработают донские законодатели. Он дополнит федеральные нормы. Сегодня на дискуссионной площадке «Открытая трибуна» депутаты собирали предложения чиновников и профсоюзов по совершенствованию закона. Идея о создании областного дополнения появилась после прошлогодней гибели детей в карельском лагере. Из-за недостаточно проработанных норм непонятно, кто отвечает за безопасность подопечных. Мы подготовим финансово-экономическое обоснование для того, чтобы закон был наполнен не только смыслом, но и финансовой поддержкой этих учреждений, о которых мы говорим. Это детские оздоровительные лагери. Обсудили на открытой трибуне и подготовку к летней оздоровительной кампании. На детский отдых выделено около полутора миллиардов рублей. 230 миллионов пойдут на компенсацию стоимости путевок, в основном для малоимущих семей. В этом году детей на Дону примут почти тысячи лагерей, включая школьные. Есть четвертое место в чемпионате страны. И теперь футбольному Ростову только, чтобы попасть в Лигу Европы, достаточно в последнем туре сыграть в ничью. Наш клуб воспользовался осечками конкурентов. Краснодар и Терек проиграли Зениту и Спартаку. А ростовчане в Каспийске победили Анжи. В первом тайме открыть счет могли хозяева, но рекордсмен Медведев несколько раз спас команду. А после перерыва вместо Бухарова и Дэвича тренеры выпустили Азмуна и Полоза. И Ростов пошел вперед. Во втором тайме с выходом двух футболистов в атаку мы поменяли полностью рисунок игры. Стали активными и агрессивными в атаке. Это позволило нам отбирать очень много мячей и из обороны переходить в острые контратаки. За полчаса до конца матча Азмун забил красивейший гол пяткой, подправив удар Калачева. А через четыре минуты сработали два российских сборника. Ерохин вывел один на один Полоза и тот переиграл вратаря. Махачкалинцы попытались вернуться в игру и даже отыграли один мяч на 78-й минуте, но большего сделать не смогли. Победа Ростова 2-1 и теперь в последнем туре нам достаточно не проиграть в гостях Оренбургу. Встреча будет сложной, соперник висит на вылет из премьер-лиги и сам должен побеждать. Начало матча в воскресенье в три часа. Первый век тем, кто докапывается до глубин веков. Сто лет исполнилось Азовскому историко-археологическому и палеонтологическому музею-заповеднику. Подарком гостям ко дню рождения здесь открыли новую выставку «Вековой юбилей». Остановлении музея и формировании коллекции в разные годы. Скульптур Ленина мы разрестили здесь не случайно, не потому что мы скульптур на 17-м веке любили открываться в октябре, а потому что именно скульптура Владимира Ильича, как положена тогда, в идеологии того времени, она стала нашим экспонатом номерации. Первый экспонат «Скульптура вождя революции» появился в 60-х годах прошлого века. Это покажется странным, если учесть, что свою историю Азовский музей начинает с 17 мая 1917 года. Но в годы гражданской войны музей погиб. Второе рождение получил в 1937 году. Однако во время фашистской оккупации Азова был разрушен и потерял все коллекции. В третий раз музей открывается в мае 60-го в историческом здании. После того, когда коллекции уже стали многочисленными, когда у сотрудников не было рабочих мест и они работали непосредственно в экспозиции, наша городская администрация выделяет нам здание бывшей городской управы, в которой с 1892 года находились органы власти. Сейчас Азовский музей активно использует в выставках новые технологии. Над новой палеонтологической и археологической экспозицией «Сафари по-неандертальски», которая рассказывает об охоте первобытного человека, работали ученые, реставраторы, художники, дизайнеры и специалисты по созданию лазерного шоу. А экспонаты экспозиции «Природа Нижнего Дона» адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Слабовидящий человек может узнать животное на ощупь, прочитать с помощью шрифта Брайля и услышать голос хищника. Но прежде всего музей славится своими уникальными палеонтологическими экспонатами. Это скелеты динатория, обитавшего в Приазовье 8 миллионов лет назад, трагантериевых мамонта, возраст которых 700-800 тысяч лет и кавказского элосматерия. Количество экспонатов, музейных предметов – это почти 400 тысяч. Это самое большое собрание коллекций музейных в Ростовской области, одно из самых крупных в стране. Если самые основные музеи Москвы и Санкт-Петербурга исключить из этого списка, то один из самых крупнейших музеев. В музейном комплексе 23 экспозиционных зала и еще 4 объекта. Пороховой погреб, Алексеевские ворота, Мемориальный музей полярного исследователя Самойловича и выставочный зал «Меценат». Екатерина Лободина и Юрий Бабенко, Дон-24, Азов. Морозная майская ночь. На Дону звучит сказочно, но таков прогноз. Сегодня, как стемнеет, столбики термометров поползут вниз и местами опустятся ниже нулевой отметки. В связи с затоком холодного атмосферного воздуха на территории Ростовской области, после прохождения холодного атмосферного пункта, в ближайшую ночь обсуждаются местами территории области замазки от дня до минуты ночи. Ну а утром от зимы следов не останется. Дневная температура воздуха ожидается в районе плюс 18. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин